Доброе утро! Все, кто к нам подсоединяется, кто будет смотреть в течение дня эту трансляцию, меня зовут Андрей Владимирович Матюжов, я пастор церкви, епископ. И с утра даю слово, о котором мы будем размышлять. Прежде чем начать наш день, мы должны начать его с Господа наш день. И, конечно, мы видим, что сейчас происходит очень много событий. Проснулся в три часа и смотрю, что теракт произошел в Германии, убили нашего посла в Турции. И видно, что эти люди, они движутся к какой-то идее, вместе или еще какие-то моменты. В основном это сейчас сегодня мусульмане. И почему такое все происходит и будет остановиться, это вообще когда-нибудь или не остановится. Все, мы должны все эти проблемы просто понимать, откуда они все произошли. Произошли о том, что люди однажды ушли от Бога. И когда они ушли от Бога, ложь вошла в их разу. Ложная культура, ложные взгляды, ложные цели, ценности. И дьявол, он пришел когда в Эдемский сад, он просто сказал, что вы можете жить не в зависимости с Господом, не зовите со Христом. Если вы вкусите плод, будете делать то, что вам вздумается, то в ваша жизнь все будет получаться. И сегодня мы видим разные культуру, разные взгляды. Люди говорят, как жить. Кто-то говорит, надо жить по заветам Магомеда. А если мы поставим шариат, и тогда у нас все будет классно. Кто-то говорит, надо жить по заветам Иудеев. Как вот, иудейская культура как стоит. Кто-то говорит, надо буддийскую культуру ввести. Кто-то нью-эйч. Кто-то говорит, гомосексуальную культуру. То есть, кто-то говорил нам буквально, учили 70 лет страну жить по заветам Ильича. Сегодня нас учат в России, говорит, надо жить по преданиям старцев, по заветам старцев, по заветам Девы Марии. И дьявол, он все попытается сделать именно так, чтобы внедрить в наше сознание ложь. И убедить, что то, чем мы будем жить, вот этой культурой, исламской культурой, или это будет коммунистическая культура, или православная культура, или там буддистская культура, что вот если мы будем держаться этих слов, этих заветов, то в нашей жизни все будет хорошо и все получится. И люди настолько в это верят, что они даже себя в жертву приносят, убивают сколько-то коммунисты. Убили людей по заветам Сталина, по заветам Ильича. Всякое инакомыслие преследуется. То же самое сегодня всякое инакомыслие преследуется. И в России, и если ты поешь там «Проповедовать Христа» или «Мусульманские страны», тебя тоже ждет участь такая. И мир, видимо, что сегодня парадигмы меняются, мир катится по нисходящей. Так а в чем выход-то? А выход только в том, что если мы откроем «Бытие» третья глава, то когда дьявол искушал, и вдумаемся, и поймем культуру, которую он искушал, он говорил, смотрите, со второго стиха, «И сказал жене змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Смотрите, как дьявол какую культуру вложил в человека. Он говорит, смотрите, приятно, вожделенно, дает знания, и делает тебя как богом, то есть независимым человеком. И вот даже вот я беру, хоть я пастор, я протестантской церкви, и сегодня вся культура людей, которые приходят, я вижу, что они что? Они думают о вожделенном. Ну что, для кого-то разные вещи. У кого-то деньги вожделение, у кого-то секс, у кого-то даже вот вожделение вот выйти замуж, семья, дети, и вот они вот этим живут. У кого-то вожделение отдых, красивая одежда, машины. У кого-то вожделение слава, у кого-то вожделение алкоголь, наркотики. Ну, человек ищет, чтобы было вожделенно, приятно. И даже вот когда вот сегодня интернет есть, что люди больше ищут? Дают знания. Знания, то есть часто говорят, это расширяет мой кругозор, надо познать разные религии, разные культуры, разные взгляды, и смотришь, у человека потом каша такая в голове. Потому что знания, они к тебе ни к чему не обязывают. Они расширяют кругозор, но ни к чему не обязывают. Но первое, что дьявол сказал, что ты будешь, ты разрушишь завес Бога. То есть ты нарушишь Слово Божие. И мы сегодня смотрим, даже в церквях сегодня, что люди вожделенные. Кто-то любит петь, кто-то любит просто приятное общение. Вы смотришь в реабилитационных центрах там находятся, они говорят, спасибо братьям, что они меня держат, чтобы я не кололся. То есть спасибо братьям. Почему мы некоторыми вещами понимаем в разуме своем, что, допустим, пить, грешить, какие-то вещи, колоться неправильно. А вот эта душа-то хочет. И вот если душа хочет, ты мозгом понимаешь, что неправильно. А душой ты идешь и это делаешь. И вот на твою душу, в душу вошел, она стала плоской. Душой твоей правит твое эго, твой эгоизм, и твои вожделения, желания. Ты стал плоским человеком, когда ушел от Бога. У тебя знаний много, а душа требует грех. Душа требует вожделения, приятности. Душа требует знаний, без обязательств и быть независимым. Самое главное, что не иметь завет. Не иметь завет со Христом. И дьявол все пытается сделать так, чтобы дать тебе какой-то другой завет, но не завет Христа. И когда мы смотрим, а кто такой Христос? Христос, Евангелие от Иоанна 1.1, это вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Евангелие от Иоанна 1.14 написано, что Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодатью и истинной. То есть, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, спасти и заключить завет. И вот большинство верующих, даже в наших протестантских церквях, они не хотят жить заветом. Они хотят знания, они хотят вожделения, приятного. Они не понимают, что Слово, которое ты в сердце будешь, и которое ты душой возьмешь и будешь за него держаться, оно исцелит твою душу, поставит Христа на твое сердце. Даст водительство Божие в твою жизнь, разум Божий. И вот я 17 лет разными программами занимался, чтобы там сегодня многие вечера хвалы, поклонения, там, не знаю, энкаутеры, конференции, помазания, примазания, подмазания. То есть, вот столько разных программ, чтобы веселить, чтобы приятно, чтобы вожделенно, чтобы давало знания. Но когда я сказал, а давайте вот, ну, когда я начал общаться с людьми, и я нас смотрел, что они Словом-то не живут. Им неприятно само Слово, им приятно то, что вожделенно, что дает знания, и что не дает обязательства. И в таких, и в церквях, даже в протестанке, это очень можно. И увидеть вы, в Тимофе, есть и 4 глава, отходит, там написано, что в последние времена будут тяжкие времена. Люди будут слушать только то, что будет льстить слуху, то есть, давать те знания, которые им больше приятны. Люди не захотят жить заветом со Христом. Ну, это элементарно. Человек говорит, я болею там, раком. И потрясло все. Все ценности, даже вот молодые сегодня люди, некоторые заболевают раком. И сразу все ценности, цели, они просто потряслись. Я хотел замуж, детей, семью, дом, ну, вот это все. И раз, и что будет? Что, год, полтора? Я хочу сказать, знаете, или вот мне пишут люди, вот у меня сны плохие. Да ты телевизор на ночь не смотри, и сны будут хорошие. Потому что в телевизоре тебе слово дают, ну, незаветное. О чем ты постоянно будешь думать, то слово будет формировать и твое мышление, и твои цели. И оно покажет, вообще ты живешь, ну, познал ли ты по-настоящему Христа, и живешь ли ты заветом. Хочешь, чтобы с Богом, Бог, живешь ли ты заветами Христа, заветом словов. Ведь слово Божие, ну, живое и действенное. И вот, когда я начал, я вот, ну, говорить о том, когда сидишь, слушаешь, что люди хотят. Он говорит, пастор, ты мне не даешь развития, там, я хочу быть лидером прославления, а лидер прославления у нас другой, вот, меня там позвали в другую церковь быть лидером прославления. Я говорю, ну, пожалуйста, иди, не вопрос. Ну, вот пастор 9 месяцев учит с утра жить с Господом, любить слово, читать слово, размышлять над словом, исполнять слово. Каждый день. Ой, у меня некогда времени. Вот, то есть, на репетиции быть лидером прославления, там, у тебя есть время, а вот уцепиться за Христа, за слово, с утра. И причем, ну, это не просто там один там человек. Это вот, вот в нашей большой церкви, я вам скажу, что, ну, человек 80, в принципе, вот, ну, сейчас вот как-то так вот хватается за слово. А так вот они, деньги, заработать, благослови Господь, что-нибудь приятное, давайте сделаем какую-то тусовку. И не живем словом-то, не живем заветом. Десятину мы не хотим платить. Ведь от десятины это вообще начало завета. Ведь мы должны проповедовать Евангелие по всему миру. Сегодня мало людей, которые вот, вот, предлагают проповедь, благую весть, проповедь каждый день. Вот сколько постаростей у них уходит на утреннее, вот так вот утром вещают, ведут это самое. Я когда это увидел, я просто понял, что, ну, надо это делать. И вот многие там, вот, я знаю, в Калининграде есть ребята, в Москве, там, в Омске, еще в других городах, в Алтайском крае, в Украине, в Молдове, слушают. И я вам просто могу сказать, не хватайтесь за программы, то, что приятное вожделение, схватитесь за Христа. И, может быть, меня там нету, но вас может вести пастор через вот эти утренние перископы, учить вас каждый день жить со Христом, жить с Богом. Если слушаешь, и слово, оно направляет твою жизнь, изменяет твою жизнь, то, послушай, и рак уйдет, и сны придут нормальные. И твои цели, и ценности, ты уже будешь не бегать от конференции, вот там Христос, вот там помазание. Прямо я смотрю, вот все такие, все вот, ну, сегодня в протестантстве, надо в Америку, там помазание. Надо туда съездить, там помазание. Бегут за помазанием. Да Христос, слово Божье помазано. Схватись за слово. Схватись за Христа, и ты будешь помазан где угодно. Лжепороки будут говорить, ты там получишь, или там получишь. Ну, обманутые ребята. Если ты схватишься за Христа, кто-то думает, я вот начну, у меня бизнес получится, я буду счастлив. Сколько христиан, бизнесменов, которые 7 разрушились. Или говорят, вот я стану лидером подславления, я говорю, да я только, не знаю, там 15 лет твоей христианской жизни, у тебя только сейчас более-менее утихли ссоры в семье. Почему семья-то разрушается? Да потому что вы за слово не держитесь. Вы в иллюзиях живете, что самореализация, в деньгах, в удовольствиях, и в прославлении вы вот найдете вот свое счастье. Да не будет счастья. С счастья там со Христом в завете. Поэтому отсюда мы и десятину не платим, отсюда мы не проповедуем. Почему? Потому что мы не верим в слово Христа, мы не живем заветом Христа. Его слово не укореняется в нас. Нам надо сделать такие программы, которые нас будут веселять, от которых мы будем мурашки, бесов из нас изгонять. Ну и по жизни будешь всегда гонять из себя бесов. Глупости это все, ребята. Христос есть и истина, путь истины и жизнь. И Христос есть слово. Поэтому сегодняшнее утро просто я хотел бы, чтобы вы поняли, какая цель вообще у всех утренних молитв. И я хотел бы вас призвать просто держаться за завет, посмотреть себя и вот поддерживать особенно священников, которые несут слово. Вот мне с Украины один брат ездит, проповедует, денег не хватает, попросил помочь. Я говорю, ладно, подумай, потому что тоже с финансами не очень много. Но я бы вас просто призывал по понятию. Господь дал вам поручение проповедовать благую вещь, нести завет на программы, на помазания, на энкаутеры. Вот знаете, находим хорошие деньги, по 3,5 тысячи находим, чтобы по 5 тысяч находим, по 20 тысяч находим, какие-то помазания, чтобы получить а вот на проповедь Евангелия 100 рублей даем. А ведь только Христа спасает. Поэтому я хотел бы, чтобы вы это поняли и действительно поддерживали. Я 9 месяцев вел бесплатную трансляцию и так и буду вести бесплатную трансляцию. Но уже карточку свою прикреплю, что если вы хотите поддерживать благую вещь, проповедь, поддерживайте. И Бог благословит вас, потому что это поручение Христа, это то, к чему нас призвал Христос. Как нам надо жить. Благословения вам в сегодняшнем дне. Хорошего вам сегодняшнего дня. Благословения. Люблю вас, правда. Но если ты хороший освященник, ты будешь говорить правду. А правда, что Иисус спасает. Слово Божие спасает. Не завета Ильича, не завета Магомеда спасут этот мир. Не завета Марии и не предание старца спасут этот мир. Слово Божие, вот, Евангелие благая весь, вот оно спасет мир. Если мы уцепимся за это слово и будем жить заветами Христа, славом Христовым. Всего доброго. До свидания. Христовым.